Привет! Как и обещал, делаю коротенький гайд по быстрой перезарядке. В ролике по основам Ганжина я уже рассказывал о хитрости, которая позволяет стрелять без перезарядки. Сегодня выйдем на новый уровень. Для того, чтобы провернуть подобную фишку, потребуется как минимум пушка, которую можно выбросить. Так что дефолтное оружие не годится. Всё строится вокруг одной мелочи. При подборе оружия у него всегда полный боезапас. Так что потребуется затричить скилл выбрасывания и подбора пушек. На этом видео можно и закончить. Ну а если серьёзно, то сейчас я объясню, как быстро использовать эту механику. Да, я говорю, что это именно механика. Данная фишка существует уже довольно долгое время. И несмотря на недавний релиз апдейта, быстрая перезарядка всё ещё работает и активно применяется в спидранах. В Майнкрафте вообще горы песка с помощью факела ломают. И не жалуются. Ну, если у вас всё же терзает сомнение насчёт багаюза, просто не смотрите гайд. А теперь упрощу задачу тем, кто остался. Заходим в настройки. Назначаем одинаковую клавишу для взаимодействия и выбрасывания оружия. Это позволит проворачивать фаст-реллоат одной кнопкой. Рекомендую задействовать боковую кнопку мышки или какой-нибудь альт. Главное, чтобы пальцы не пересекались с клавишами передвижения. Иначе будет не очень удобно. Не забывайте, что для дропа пушки нужно зажимать кнопку. Сначала зажали, потом нажали. Вы превосходны. Старайтесь не обращать внимания на шкалу перезарядки. Она зачастую ломается и будет попросту дезинформировать вас. После практики в нескольких забегах можно будет быстро перезаряжать гексу или стингер. Но это ещё не всё. Многие из вас хотели именно макрос. Сами решил от него всё-таки отказаться. Слишком это имбалансная штука. И с ним отсутствует развитие скилла перезарядки. Если в забеге выпадет какая-нибудь автоматическая пушка, типа калаша, может стрелять вообще без перезарядки, потыкивая клавишу макроса время от времени. Вот как это работает. Первое действие. Нажать клавишу F. Второе. Задержка на 550 миллисекунд. Третье. Отпустить клавишу F. Эта часть макроса выкидывает оружие. Четвёртое действие. Нажать клавишу E. Пятое. Отпустить клавишу E. Как вы догадались, эта часть поднимает оружие. Свои макросы я собрал в софте моей клавиатуры, на которую был легендарный обзор. Для вас я нашёл даже более крутой аналог. Вот видеофрагмент, как сделать точно такую же последовательность в KeyManager. Субтитры сделал DimaTorzok Программ для создания макросов много. И все они разные. Но суть будет везде одна. Да и работают они все схожим образом. Использовать перезарядку и макрос — это дело ваше. А моё дело сделано. Мир вам. Субтитры сделал DimaTorzok